Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады, что все-таки, несмотря на мороз, люди к нам добрались. И, в общем-то, не так уж и мало. Но, надеюсь, к началу второго отделения будет больше. Меня зовут Владимир Атипенко. Сейчас, сегодня и вообще каждый вторник театр поэтов послушайте проводит здесь свой проект, который называется «ТВ-поэзия». Раньше он был 2011, сейчас у нас конец света, скоро 2012, «ТВ-поэзия-2012», и она немножко отличается от того, что происходило до, а именно тем, что раньше мы обсуждали каждого выступающего и предлагали зрителям это сделать. А теперь будем обсуждать только либо тогда, когда очень плохо, либо тогда, когда очень хорошо. Кстати, если у кого-то из зрителей возникнет желание обсудить что-то, то, что он увидел, имеется в виду сегодня, первым отделением сейчас, можно смело сюда подходить, я буду понимать, что вы хотите что-то сказать поэту. Это приветствуется. И мы тогда поговорим. А просто специально, я просто раньше провоцировал, говорю, ну, Казал, скажи, какой это поэт, плохой или хороший? Ну, вот у нас по плану, поэтическому, Анастасия Кирсанова. Вы здесь, Настя? Здесь можно чуть-чуть? Ну, как вот, можно чуть-чуть здесь. Вы же стояли первое. Хорошо. Сергей Панов, давайте начнем с вас. Надеюсь, что что-то будет интересное. Пожалуйста, Сергей Панов. Здравствуйте, добрый вечер. Два стихотворения я хочу вам сегодня прочитать. Оба без названия. Стоп. Читать стихи не надо. Стихи читают в библиотеке. Здесь надо исполнять гарко и сценическую. Пожалуйста. Сергей Панов. Серега, я тебя туда пришел. Чую много, прольется крови. Не дрожи так, не слышно их. Ты нужно лупить до гори. Я б то смог, да уже затих. На губах твоих ароматом свежих яблок вкусь. На лице твоем стану златым только сердцем пусть. Не печалься по мне не стоит. Да и не робей. Ко ли лебедь не устроит, то и соловей. Чую много, прольется тайн. Не дрожи так, не вид на нас. Да и нужно гнать до окраин. Я б то смог, да уже погас. И второе стихотворение «Не гнались, забитывай». О чём стих-то? О любви. Понял? Девушка, идите сюда. Можно девушку? Пожалуйста, выйдите. Ну, выйдите, пожалуйста. Ну, любовь должна быть девушка. Вот тебе девушка, вот читай ей стихи. А вы встаньте вот так, чтобы вот рядом, ну, только так немножко вывернуйтесь. Пожалуйста. Можно колено? Не гнались за бедой, да и кони встойли. Не сроднились с тобой, да и стоило ли? Не принчать куслирам, да и не пить вино. Не венчать по сердцам, да на самое дно опустилась любовь. Да и лил, связал, опостылила кровь, да и ночь не спала. И сквозь сон, а так, будто въять пришла. Неумён, дурак, да не так проста. Не осталось бы ночь, да и ветер смог. Прогоняло прочь, да и был виток. Не в судьбе клялись своей, верили. Да и разошлись в разные двери мы. Не хвостом крутить, ай, да молодцам, нет, тебя испить. Да покаяться, венчать сердец. Да и жить потом. И любить с тобой перед господом. Спасибо. Сергей Панович, и как вас зовут? И Елена. И Елена, прекрасная Елена. И Сергей Панович. Сергей только начинает наш праздник не тряпся. Ну вот, видите, как появилась женщина, сразу загорелся глазами и пошел. Хорошо. Звата Ринник. Есть? Да, это был Сергей Панов. Сейчас повторю для людей еще раз, чтобы тебя вырезать. Звата Ринник, пожалуйста, на сцену. Ну я же потом люди вот делаю, да, что-то. Ох, тут аксессуары. Нужен микрофон? Можно и без микрофона, здесь все слышно. Что вам понадобится? Минниатюра превратности судьбы. Монолог психоаналитика. Монолог психоаналитика у открытого плотяного шкафа. Шапку грызи, потому что ты бледная моль. Башня робот. Шапку опять мне погрызла всю бледную моль. Шарфик подела, и вот и носки принялась. Буду, наверное, мерзнуть я этой зимой, но не унять ни под чем эту бледную моль. Комплексы всякие мучат жестоко ее. Самокопальным долгим она занялась. Думаю, что не полюбит ее никогда, Раз она тощая, бледная, бледная моль. Шкаф мой забилась, в кармане костюмы сидит. Даже синтетика толстая ей нипочем. Надо, бедняжке, скорее хоть как-то помочь. А не помочь, так все теплые вещи мои пропадут. Книгу про неги тихонько я в шкаф положу. Книгу открою на самой я умной главе. Станешь ты бабочкой, бывшая бледная моль. Сразу, как только прочтешь, что написано здесь, Крылья расправишь и сразу на лох улетишь. Станешь цветка на цветок и счастливо порхать. Я же останусь, и штопать я буду носки. Шапик чинить свой и новую шапку вязать. Городской роман. Про сквери старушка стояла, От холода еле жива. И что накануне связала, Носки продавала она. Тут черный джип остановился, И к ней бизнесмен подошел. Совсем не умеешь крутиться, Сказал ей презрительно он. Все хвалят тебя, без сомнения, Медлой надо с улей сгонять. Вильт нищий приводит в смущение, И взор будет бой осквернеть. Он в свой особняк возвратился, Чужие там люди сноют. То фирма его разорилась, И все за долги продают. Друзья отвернулись, пусть плачет, Ушла в конкуренту жена. Не нужен-то мне неудачный, Сказала с презрением она. Совсем не умеет работать, Из биржи прогнали его. Невыслимо, незаботно, Не стоит теперь ничего. Несчастая стоит в том же сквере, И жалобно песню поет. Истории грустной поет, Кто может, к нему подает. Купшин с человеческим лицом. У кого-то в голове тараканы, У кого-то лишь футбол и стаканы, Ну а я, коль вид войны и печальный, Я с талантом родился уникальный. Стоит лишь пошевелить мне мозгами, Голова вся покрыта цветами. Лишь один я такой одаренный, Самый, можно сказать, просветленный. Ну и известности я так не дождался, Очень, надо сказать, обижался. Не добившись от народа признания, Продолжал я творить заклинания. Думал я совершить, что полезнее. И душей тогда вдруг-то полезны. Сливы, яблоки, только послушай, Следом же в виде сущие грушам. Ну, девчонки это есть не желали, И наслежками меня донимали. Очень сильно я на них рассердился, И в кушение тогда превратился. Вот стою наставление с букетом, И судьбой недовольным при этом. Вы учтите мой опыт печальный, И не хвастайте, хоть вы уникальны. АПЛОДИСМЕНТЫ ЗЛАТА ЛИНИ Спасибо, Влад. ЗЛАТА ЛИНИ Показала миниатюры свои. Знаете, вот, Все-таки, Анастасия Кирсанова, Будьте уже готовы? А вырезок, канал-то, Вы готовы? Да? Вы подходите тогда, Сейчас вырезок. У нас сейчас будет марафон такой женский. Немножко. И я бы еще, Сейчас вырезок, А потом выносить. Вы знаете, Сегодня, Я решил воспользоваться моментом, Сегодня пришел на ночь вечер Член жилей премии Подслушателем Хребникова Валей Пресняков. Вот он там Заданился в уголке. Можно вас на секундочку Позвольте сюда? Ну, Выйдите, пожалуйста, Валяр, Ну, Я уже сказал, Выйдите, Вы у нас Просто выйдите сюда, Пожалуйста, Я вас очень прошу. Валяра, Ну, Подойдите, Пожалуйста, Я вас очень прошу. Я же вас не Деферапу вам буду петь, А для чего так? Вот. И вы знаете, Человек, Валяра, Он директор журнала Золотой червовниц, Также генеральный, Сейчас, Ну, Все посолились. Надо. Также генеральный директор И учредитель Газеты, Энергетика И промышленности России, Но и член жюри Вот премии Послушайте имени Велимира Хлебникова, А почему он член жюри? Потому что У нас в жюри Помимо литературы, Ведов, Там и так далее, Еще какие-то Публичные люди У каждой своей области Чего-то достигшие. Так вот, Вот этот человек Создал В Петербурге То, Что сейчас На всей России Имеется в виду В области энергетики Это единственный Такой журнал. Хорошо. Но почему я позвал Валяра? Когда я с ним Созванивался На днях Мы в том числе Говорили, Что Ты придешь Как-нибудь И выберешь Интересного поэта, Который В этот вечер Тебе понравился. Вот. И какую-то Медальку Там какую-то Что-то подайте. А? Давай сегодня Выберем А потом Подарим Есть девичьи грезы А есть Есть девичьи грезы А есть Грезы Володи Антикин То есть Не будем Все это дарить Но ты придешь Потом еще дарить Специально Да? В заявлении Все хорошо Спасибо Можете присесть Спасибо Пожалуйста Луиза Корноухова Ну то есть Я потом Сделаю встречу Громоквастно Скажу В этот вечер Будет подарена Там Какая-то Медаль Сегодня не будет Сегодня Медаль Будете Получать От меня Я сегодня Выберу Самого лучшего Мне понравившегося Сценического Поэта Луиза Корноухова Я снова Тянусь В стакан Пускай Моя слабость Нарис Это ж надо Забыть Про кару О которой Бутылка Сверхит Забываешь Пылое стремление Упиваешься Тонешь Грехи Принимаешь Своё поражение Не пытаясь Сверхаться К толсте Через Кое Одиночество Берется Левая же Еще Места Каз Не от этого Жизнь Повернется В мимолетные Сказочные Кам Затуванит Мне градус Проблемы Цвет лица Здоровое Придаст Все покажутся Не королевы А не пешком Затуванит Левая же Еще Я привыкла Торманить Себя Не от правды Твоей Тяжелее Левая же Еще Дина Немножко Выдержать Могучие Поднимут Обратно Не ругайте Не ругайте Поэзия Поэзия 2011 Включается Не ругайте Просто Луиза Вот вы Бродячие собаки Когда выступали Вы Как-то Театрально Сделали Здорово Я даже Не сомневался В том Что вы Придете Приготовленные А вы Пришли Просто Стишки По бумажке Нам тут Исполнили Спасибо Исполнили А? Ну Не выучила А вот Теперь Через 100 лет Будут люди Ну Стихи ваши Все равно Смотреть Слушаться Спасибо Все Луиза Карнаухов Спасибо Пока Все по-доброму Да Пожалуйста Анастасия Кирсанова Рад за А Вот Это тоже Рад Всем Добрый вечер Сегодняшнее Выступление Будет По мотивам Произведения Джона Холл За коллекционер И Знак Протеста Литинер Можно Музыку Пожалуйста Я забрал Остатки Вез И разгад Весенних Громов Лепестком Бордовых Роз Застелил Я Крышу Громов Океанов Полосой Очердил Забора Блок И Направил Дождь Скосал Громов 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 Но это не так Ты странную Широкую улыбку наел На пол лица Ты верно брат чеширского кота Гримас и рану штопая Хот-догами набыл Ты залатал свой ад Пора полыть так Неискренность радушия Ты смех натянул в полукольце Как тетиву Прицелом стрелы внутро Ты в грубе искострушенный Свой разум узлотнул Из уст в пальце Я демокивру, мой лик, мой бетон Да вы какой губительный Коснулся твой серп Изгибом губ, чей яд глотал Разъедена гортами Бессвязным рыком Притерно, притерно, притерно Но в смех улыбка я Ты верно труп чеширского кота С параболой гортан Возможно я просто довольно хорошо Его узнала Знания подноготные Автоматически сближают Даже если вам хочется Чтобы этот человек находился Как можно дальше Желательно на другой планете По моим несерым рыбам стекал дождь Станет даже на соседе Так, приятели, пройдешь мимо Память в город прячет Не скрести взгляд Сон возможных мы утрачет Как и будет назад И прости друг другу в прошлом В будущем прости Как та иная ложность Что не обрести Переломные моменты К воле пути Бесконечность сантиментов Разность душ Прости Дай молчание на верность Злание юти На неверность и филерность Моих грез Не всти Неуместность и заботы Не ругайся Раканс Обстоятельств Уйми рвоту Обойтись без пресс Дай молчанию победу Не расти мне Ты найдешь В не серых дрынах Еще много дел Тишина Как подорожник Боль Уйдет пусть Притворит Эфир возможность А любовь В грусть Спасибо всем огромное Будьте личными другими другами Анастасия Кисанова Музыкальное сопровождение Было авторское От Гайки Широковой Спасибо Гайка Широкова Спасибо Гайке Широковой А это была Анастасия Кисанова Ничего Сейчас мы так Раскочегаемся А вот давайте Павел Шифоростов Я обещал женщин А вот неожиданно мужчин Павел Шифоростов Здравствуйте Добрый вечер Дамы и господа Я хотел бы сейчас Поделиться своим произведением Хорошо Хорошо Сколько бы слов Не говорили Люди друг друга Сколько бы Они не любили Но все равно Идут по кругу Бесконечные страсти Руцвятость Чувств И вот Целые Распадаются на части Кладя сердце Грусть И так историю И говорили И читаем И читаем И читаем Спасибо Спасибо И давайте продолжим Марафон Это был Павел Шифоростов Спасибо Павел Вот такой душевный Павел Шифоростов Сергей Удальцов Давайте Марафон из мужчин Сейчас продолжаем Потом опять женщины Сергей Удальцов Это микрофон Добрый вечер На самом деле Не хотел читать стихи Хотел посмотреть Первое Второе отделение Хотел Прописался Нету Что и сам Хотел И глупо Отказываться Выставить Все три поэта Даже чуть-чуть Поэтому что Вспомнил Несколько коротких За что мне это Видеть тебя на картинке Видеть, но не касаться К черту Все ваши советы Поставь мне запрет Влюбляться Поставь меня В темный угол Оставив лишь Шепот и шорох Сделай меня глупым Чтобы забыть Этот взгляд С пола Снова придешь Пронзая Мое может Не выдержать Сердце До двух сотен Его разгоняя Мне набросят На глаза полотенца Не просил Ни адрес Ни телефон Все поставив На интуицию Я бежал через город Словно сквозь сон Мимо пожарных Врачей Полиции Я высматривал Ее с верхушек берез Притаившись Котом на ветке Пару раз Обознался всерьез Думая Она стала брюнеткой Я хотел пить мерло И слушать медленный джаз Надеясь Она придет Я прождал на ветру Ее битый час Съел мороженое И превратился в лед Позовите моих друзей Налейте всем рома Накройте стол Мою статую Заберут в музей Спасение ты Или ледокол А я увижу тебя И обязательно попробую Показать тебе радугу Из восьми цветов Если будет зима Значит вынурну из сугроба И вручу букет Из новых стихов Если ты не придешь Значит снова вылечат Искры юмора И коньяк Если сразу вычеркнул И не будет боль пронзать Значит был пустяк А я увижу тебя И обязательно попробую Подарить тебе Тысячу нежных слов Ты меня поцелуешь И я не замечу В ходе времени И боя часов Однажды и на этой улице Будет праздник Он произнес Хлебнув из горла текилы Который вечер Злой месяц дразнит Ночи без сна Вроде пути в могилы Время опять Спорить об искусстве Коты на крышах Играют в прятки Крики слышны Россия для русских Мозг словно кузов машины В смятку Он наслаждался Слезливым сиропом лести Четким плевком Потопив чье-то дерзкое эго Все ждали червы Он выдавил крести Выдавил сок Из молодого побега По телевизору Опять смешная передача Истина уже рядом Бежим отсюда Открыта книга Не решена задача Поило во фляге Словно в горбу верблюда На подоконнике Цветы распустились Месяц висит Будто змей бумажный И единица Слово двойкой сменилась И на этой улице Будет праздник Однажды Спасибо Сергей Удачев Уважаемые дамы Сергей умеет делать спектакль С дамой Насколько я знаю Пригласите Сделайте с ним спектакль И срежиссируете Все Надо нам заполнять Сезон спектакль Второе дело Поэты Это я говорю и тем Кто видео смотрит Вдруг Неожиданно Хорошо Евгений Уменьев Вы готовы? Сейчас будет Наверное что-то необычное Что-что? Через одного человека Ну хорошо Через одного человека Тогда Олег Савельев А Давайте Олег Пожалуйста Олег Савельев Я сегодня добрый Орд Игорь Полисеевич Пришел Олег Савельев Добрый вечер Дорогие господа Оскорение Циклон Циклон уходит на восток Обветренную стаей И реп из белых облаков На голубом сияет И может плеток нам придет Волной юзких пляжей Быть может Мимо не пройдет И поцелует даже в засос Толеги из лесов Что взумнут одета И голова пойдет Гулять от поцелуя где-то Циклон уходит на восток А солнце мглит на запах Сам состояние уклон на осень Вот расплата за жар осенних выходных И все короче будний И все короче день идет И ночи стали лунны Циклон уходит на восток Пускай возьмет с собой он дождь Пускай возьмет он измороз с собою Пускай возьмет с собой весну Что затянулось больно На шее шарфиком бантом Им очень дух невольно Что жаждет солнца восприять Тепла и ласки лета Пускай с собой он заберет печальненькие браслеты И весь свой свадебный наряд Из стополя и буха Пускай себе летит туда Где гром грохочет слуха И еще на секторе называется Алматы Алматы Скучаю по тебе Красавица Тиньшаня Южной ночи И джигидам не чуется уже В цветении твоем медово-сочном Пусть улицы твои на Коктюбе Не все видны Но зеленью играют И в парках первые весенние цветы Мне душу радуют И сердце согревают Пусть я не знаю языка росы Туманных гор, степей И рек хрустальных Я чувствую тебя, Алматы И признаюсь в любви тебе сакральной Мой храм Ни минареты и кресты Ни бог месяца Ни будды из вояния Мою любовь к тебе открыла ты Улыбкой солнца Ласковым дыханием Молчанием луны Средь бела дня И вскрою ледников Над дальних склонок Людьми обычными Принявшими меня Закатами Незнающих поклонов Восходами Ведущими пути Прозрачных вод К огромному сайрану Ты, словно лотос Лотос Средь пустых барханов Я, как мидженом Печали Алло Ильин Спасибо Олег Савельев Так, сейчас Евгений Женя, а можешь Секунду подождать, да? Секунду Не, ну ты не уходи А хотя, слушай Иди на сцену сейчас Можно? Мария Агапова Могу я вас позвать? Ну, пожалуйста И я по Богданову еще На секундочку Да, да, да Видите, пожалуйста Что-то у нас тут пошла Читка просто Стихов Могу по очереди Ой, ты присядь, Женя Идите, ну встаньте Ну настань На секунду сейчас Вот на сцену Рядом за Женей Встаньте Ну рядом встаньте Маша, сумку-то чего Ну положи, я уберу Быстрее давай А Яна, а ты здесь Скань, пожалуйста Вот Вот Вы поверьте мне Женя Театральный человек Маша, ты сейчас сделаешь Все, что задумал С Яной мы В втором отделении Сделаем спектакль Вы сидите сейчас Театральный люди Я вас очень прошу Пожалуйста На три минутки Сделайте Экспромтную Импровизацию Вот вам мужчина Женщина Пожалуйста Поехали Я отвечаю Мне Очень жаль Что мы не встретились С тобой Мне Очень жаль Что мы Не говорили О небе Заслонившем Все собой О хлебе И о зернах Что остыли Когда-нибудь Придет И мой Черед И вал И схватки С временем И пылью Я Упаду На твой Последний След И вспомни Все О чем Сказать Забыли Можно Ни в Ни в Мажори Я Я Счастливая Навсегда Огнулась В попутный Поезд И отправилась В никуда Как же Распознать Себе чужого Когда забыл Где-то родился Цветок Нарцы С рабеет Делом Толепится Прочь Прочь Слух Но Птица Плотной Стеной Вряд Толпились Ночные Страхи Кто Выцвешив Ночной Рубахи Ходил В фольгу Обернутый Чьи двери Не тронуты Среди Бледного Дитяти Среди Ночь В полдень Как чудо Из камня Шутом Голодным Шутом Гороховым Выползает Страх И Липнут Липнут Руки К рукам Бельма В глазах Дрожат У стены Они Вряд Вряд Голодные Они Вряд Бельма Дрожат У стены Стоят И предали Предали Он Прятался Среди Камней На кладбище А его Предали И убили А он Об этом Даже Вспомнил Ангелу Музам Вполне Привычно Буквы Развеять Вокруг Мешка На Собирай В свой Пакет Крупичный Зерна Шамана И моряка В этой Бездонной Пучине Слова Кто-то Ошибся И повелось Либо Баэт Не имеет Крова Либо Мешок В свой Крупичный Брось Я вот Готова Мешок На плечи Смелым В шалаш Где особо Сплошь Только Хихикает В глубь Вечер Словно Считает Что это Ложь Молчание Слепит Нервозностью Окончание Земли Без свободы Без свободы Легкие Плоть Начала Весну Мертвых Та психопатка Была Всем Не будет Хотя Она уже Слишком Другая Осталась Сильной А я Наоборот Не летаю Не летаю Только Из-за Памяти Мертвых Мертвых Даного Мы с ней Делаем Еще Спектакль Вот видите Чуть-чуть Добавляем Каких-то Отношений Импровизации И сразу Зрители Интересно А что Просто выходить В лесу Родилась Елочка В лесу Она росла Зимой Да надоело Уже Честное слово Делайте что-то Кооперируйтесь Вдвоем С кем-то Можно даже В пяти минут Это длилось Не больше Пяти минут На это прочее Можно как-то Делать интересно Поэту Ну хорошо Я не имею Такая Полуимпровизация Полузарисовка Дело в том Что я сейчас В таких Условиях Живу Что Не могу Издавать Но на спектакле Хотя у меня уже есть Вот Ну если Будет такая возможность То здесь Кое-что покажу Первый стихотворение Которое я хотел Читать И изучать Так В этом скромном Быту Дефилирует Смерть По шагам Тебя я Узнаю Ты когда-то была Словно песни В ушах Словно Песни Тех Кого бьют В этом мерзком Быту Проповедуют Смерть По шагам В этом мерзком Быту Проповедуют Смерть Но тебя Не коснется Ничто За преданным Зашел Тот Кто Видел В пульге Стай Фатовых Брачных Голов В этом Притерном Мирке Ты Забыл Своё Всё Свои ночи Безумье И грех В этом Съеденном Куклами Сахарном Мире Ты болтаешься Миной игрой И казнишь себя Нежно Как бог За успех Я Сомну Твои лица И в четыре руки Заиграет Подлай Трёх Козлов В фиолетовой Мантии Пустота Гибкая Задрожит Для внемлющих Мхов Чтобы Ты замолчал В этом Скромном Быту Чтобы Было Чем Играть Макефим Свою Скромную День Застрелил На полу Её кровью Постели Сделил Для грядущих Во мрак Для висящих Меж Мной И моим Позаброшенным В прошлое Смехом Ты Ты Играй Эту Смерть Четыре Руки Словно Пера Как стих Как от неба Ключи Дрожи Пой Пей Молчи 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 Спасибо Это был Евгений Мель Вот Порадовал Меня очень порадовал Спасибо Её импровизацию Поддержал Мария По бумажке А Логи Тот Микрофон Лучше А что Раз Чувствует Так Нет Просто Раз Ты меня Вызвал Я Конечно Мария Пожалуйста И Зеленооксинская Подарас Следующая Да Хорошо Вообще Сами Решать Какой Микрофон Читать Лучше Я уже Не понимаю Раз Два Три Слышно Хорошо Да Давайте Работаем Чёрный Работаем Чёрный Недавно Написанное Стихотворение Вообще Оно под Тремя Звёздочками Но я Хочу Его Посвятить Всем Поэтам Поэтам Серебряного Века Особенно И Современным Поэтам Этой Дороги Не помню Солдаты Прочерком Сердца В календаре Помню По улице Шли Солдаты Двадцать Такого-то В ноябре Помню Несчастная Чья-то Роза Жертвенный Жребий Барашек Б Помню Сигналы Двойной Угрозы Треки Выстрелы ФСБ Помню Как Маленький Принц В коляске Звездочку С неба Мне Подарил И улыбнулся И в этой сказке Кто-то ударил И больно бил Помню Искала Жилеты Броней В сумраке Солнечных Батарей Помню Собаку Лошадку Пони Черные Рязы Олтарей Помню Подмышки Меня Из церкви Черные люди Тихонько Вон Помню Кричала Рубите Цепи Все мы Едины И он И мир И он Скорая помощь Промчалась Внима Спутали Может Кого из нас Сам Папаринский Писал Из Рима Око за око Да глаз За глаз Помню Рекламы Цветные Блики Только Не помню Я Кем Была И под Истошные Эти Крики Вдруг Зазвонили Колокола Ибо Ведь Хочется Чтобы Мама Письмку На ночь А утром Луч Ибо Ведь Хочется Чтобы Храмы Были Превыше И звезд И туч Ибо Ведь Хочется Чтобы Слаще Песни И меднее Сердце Стук Люди Молитесь За всех Пропащих Взбивших В дорогу Башмак Кабулок Собака Муза 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 В мантии С диадемой Пеклом Пачкает Небеса От Авида И до Эдема Распоясала Пояса Чернокнижница В черном Платье Воспевательница Рубцов Ларит Ларит Собака Хватит Пережевывать Смерть Вецов Я же Слышу Иные Такты Бьются В колокол Города Покидаю тебя Вот так-то Муза Ксина Из никуда Удивительный Отважный Отважный Покинун Никогда Не узнали Что было В конце Все что хотелось Морелия У Парша Есть еще Книжка К ней Можно Подойти И купить Эту Книжку С личным Автографом Сейчас Дима Сергеевна Ну так Причем Сидите Сходите Дима Сергеевна Здравствуйте Здравствуйте Я читаю Выска стихотворений Первое стихотворение Называется Общежитие В общежитиях Люди Здравствуйте Я уже говорил Еще раз повторюсь Здесь Не надо Читать Стихотворение Читают Стихи Презотеки Читают Здесь Надо Исполнять Надеюсь Исполнять Сейчас Я вам Представлю Своё Интересное Выступление Здравствуйте Сейчас Я вам Хочу Представить Своё Интересное Выступление Первое Стихотворение Называется Общежитие В общежитиях Люди Научились Жить Тихо Молча Общаться И Тихо Дышать В общежитиях Молодыми Интересно Влюбляться Когда Ты Одинок И Надоело Ждать И Она Так Неслышно Тебя Позвала В свою Комнату И Вы Заболтались До ночи Она Предложила Ложиться Здесь Спать И Кровать На двоих Постелила Для ночи По кровати Стояла Возле Окна И Вы Всю Ночь Смотрели На звезды Она В шею Целовала Тебя Отпираться Было Уж Поздно Человек Шел И Что За Свет В ушах Был Бул Он Шел Отчаянно Смотря Под ноги О чем То Думал Этот Человек Волна Волнения Тревоги Открасила Нись Белый Свет Он Шел Сквозь Сотни Городов Я Это Видел В Его Взгляде Он Посмотрел Из-под Очков Как Будто Поджидал Засаде На нем Была Рубаха Сквозь Которую Я Видел Его Тело Штаны Размерами Четыре Больше Как Будто Тело Похудело Солнцезащитные Очки Они Ему Так Сильно Шли Что Обернуться Захотелось И Все Ребята Что Перепила На скамейке Вдруг Замолчали И Долго Провожая Взглядом Ждали Пока Он Скроется Вдали И Последнее Короткое Меня Смущает Этот Дом Напротив Затерпил Шторы На Своем Окне Закрываю Щели Чтобы Никто Не смог Проникнуть Взглядом В комнату Ко мне Всем Спасибо Спасибо Дима Сергеев Дима Ты в прошлый раз Так же выступал Да Вот я Не говорю В следующий раз Приди Сценический Своим стихам Подбери Ладно Ну просто просьба Ты все-таки на сцену Приходишь А не просто А не проходишь В следующий раз Тогда выпущу На сцену А так здорово Спасибо Дима Сергеев И улетать Самой Мотор Субтитры Кто здесь был Сейчас Ты скажи Все будет хорошо Приходи Стеклянный человек Живи и знай Что на груди своя Вернешься снова Зеркала повсюду И время дышит Рвется через края И ты лишь тот Кто был Поверив чудо Любить и верить Помнить и прощать Дарить себя Не требуя от лета Твоя звезда Твоя звезда Теплеет Как свеча Твоя звезда А люди в это время Аплодируют Спасибо Зина Охтинская А вы знаете Почему Охтинская Она сейчас расскажет Охтинская Это у меня Любимый альбом Ревякина был Охта назывался Я одно время Его очень много Слушала Ну и как-то так Паша Ворота Охтинская Такое Да Не шанс Я бы Сначала думал Что же Кто-нибудь Там шанс Убил Хорошо У нас идет Все по плану И Тоже Следующий Что Больше никто Выступать не будет Да Первый Я А чего Вы руку Тянете Как в школе Первый Я же говорю Что вы Следующий А что Вы там Ждете И вот так Вот так Вот дел Вы сюда Вы ходите Здесь Так делается Пожалуйста Старина Ульянова Сегодня здесь Читали очень много Серьезных И Полных Смысловой Нагрузки Техворений А Поэтому Я думала Это Чего-нибудь Веселое И не особенное Обременное Смысл Я буду Стояться По темной Улице Я буду Курить Лишь джин Из бутылки Я разучусь Наконец Улица И Грунз Заслал На Пилки И Слон Пойдет По глухим По глухим Кленами Со мной Слоняться До самой ночи И Небо Будет Опять Зеленое Вообще Любое Какое Хочешь И Мы Уйдем По Холодным Рельсам Они Сошлись Горизонту Клином Ты Притворишься Глухим Повесом Будешь Бить Из бутылки Джина Когда Идти Уже Будет Трудно Когда Потянет В кабах И Сон Будроголовый Ширикогробик Нас повезет Чуть Скачает Слон И Сладко Щулюсь На Звездный Свет Свесимся Тихо Шепнем Слон Выбери Десять Лучших Рекет И Расскажи Одну Ну И Второе Секновение Я Недавно Оберну Семь Мы Бесспорно Люди Страшные Что Ни день И День Важный Что Ни Ночь Что Люди Новые Немалетные Знакомые Ни Друзья Ни Любовники Ни Цари Ни Уголовники Ни Дети Ни Взрослые Все Жандармы Ни Философы Ничего Уже Не ценится Совесть Наша Чья Топли Ни То ли Ни То ли Гордости То ли Злости То ли Годности И Свободы Не Не верится Видно Нравится Быть Применцем Натрикановы Безбожники Соборознители Художники Неплохие Нахорошие Друг на друга Непохожие Вечно Чем-то Недовольные И уже Совсем Небольно Нам Не простясь С друзьями Лучшими Уходить В дела Наслучшими И уходим С прощанием Нарушаем Обещания Возвращаемся Без повода И почти Что сразу Проводы Бесполезные Бездонные Те Кому-нибудь Улюбленные Рутворяемся Наивными Вот Пишусь Самой Противными Но Нечем Не побуждаем Все же Что-то Совершаем Что-то Серое Безликое Но По-своему Великое Спасибо Ирина Ульянова Ну вот Сейчас уже Пошел Какой-то Театр Чуть-чуть Что-то Пошел А раньше Знаете Какая она Считала Нет Не буду Ну Более Скромно И перебивала А сейчас Пошло Что-то Дыхание Пошло Здорово Собственно Первое Отделение Насколько Я понимаю Завершит У нас Иван Бурин А Иван Это тот Человек Который Третьим Отделением Прошлый Вторник Участвовал И вот Из 15 Тех Участвовал Он как раз Оказался Более Активным И ярким И вот Мы его Пригласили В первое Отделение Выступите Снимаем Новое Видео Сейчас Секунду Наталья Андреева В зале Сергей Ганеберг В зале Значит Иван Бурин Завершает Первое Отделение Пожалуйста Представьте себе Большой Многолюбный Город Центральная Улица Люди бегут Спешат Торопятся И вдруг Возникает Посреди этой площади Человек Я Сбросил Абовы Рад Убил Я в себе Рад Достал Из груди Заразу И Вспомнив Трудона Фразу Собственность Это кража Любой Некол Не душил Сначала Кричала Стройся На ухо Шептала Бойся Молила Меня Успокойся Я его взял Убил Что теперь Дальше будет Поймут ли меня Люди Простят ли меня Слуги Теперь уже Все равно Отныне Я самый Свободный Предательски Антинародный Генемаев Супор Годный Нового века Махно Мозги Природились Сгустки Безумны Бредовых Идей Я больше Уже Не русский Теперь Я конечно Еврей Как страшно Убил Государство За все Отвечать Самому Забыв Многолитие Рабство Разрушить Иллюзию Тюрьму Но мало Мне этого Мало Я Бога Убью Бога Нет Бредовых Бредовых Гатарин рассказывал, видел, что Бог в небесах сидит Да что его слушать, дурак он, безбожник, масон, анархист А еще, говорят в народе, что он богосексуалист Граждане, тут не до смеха Ишь, нашумел, но чудил, ладно, убил человека, государства и Бога убил Надо его покалечить, надо его расстрелять Нет, лучше его повесить, а лучше всего распять И тут-то подхладывают на руки, даже к забору там приколачивают Подозврительные у вас глаза расходятся по домам И вот, среди людей, которые тут возвращаются к своим делам, разговоры Вон оно как бывает, Бог его наказал Не верил в него, паскуда, крестному принял Спасибо Иван Гуринин, ну оно так и называлось «Убить себе государство», да, Иван? Да Вот, я надеюсь, ты заявляйся там дальше потом Да? Интересно, у тебя в поэзии возможно все, и в творчестве тоже Если кого-то коробит именно религиозная тема, то, насколько я помню, здесь не об этом Я думаю, все помнят, о чем Вот Господа, все, первое отделение мы завершаем И во втором отделении состоится то, ради чего мы вообще открыли сезон А именно спектакль «Зоомтехнократия-2» То есть был один, а это два, «Терминатор-1», «Терминатор-2» «Зоомтехнократия-2», режиссер Яна Богданова Поэты участвуют, имеется в виду актеры поэты Яна Богданова и Владимир Антиклика Поэтому вот советую не расходиться Мы сейчас все это ближе сдвинем, чтобы вот здесь ближе был театр Потому что мы будем без микрофонов действовать Вы увидите интересную вещь Продолжение следует...